Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня у нас в гостях молодой автор, поэт и прозаик Екатерина Богданова. Екатерина – студентка медицинского факультета Ульяновского государственного университета, а еще она – член Совета молодых литераторов Ульяновской области. В октябрьском номере журнала Симбирск читайте очерк Екатерины Богдановой о поездке на фестиваль «Таврида-2020». А сейчас слово Екатерине. Добрый день, дорогие друзья! Я очень рада видеть вас. Я не только поэт, но и прозаик. То есть я пишу и стихи, и прозу уже достаточно давно. Но не так давно я пыталась выяснить, когда же я написала свое первое стихотворение. Ну, вряд ли мне удастся точно ответить на этот вопрос, но самое раннее стихотворение, которое я нашла, можно сказать, случайно, среди файлов старых, датировано 2010 годом. То есть мне было тогда 13 лет, я уже что-то такое писала, что-то похожее на поэзию. Даже рифмовала весьма неплохо. Ну, и стихи и прозу я начала писать примерно одновременно. Что поначалу представляла собой моя проза? Я вырезала картинки из детских журналов. Это в основном были журналы какие-то совсем девчачьи, например, о Барби. Делала небольшую подпись от руки. Ну, и называла это, собственно, рассказом. Вот что это такое было. До сих пор могу найти какие-то первые свои попытки. То есть все это началось у меня из детства именно. Ну, и потом я написала уже несколько романов, несколько повестей, как я их называла. В детстве я это чаще называла повестями все-таки. Они написаны были от руки, в общих тетрадках. Но до сих пор у меня сохранились. Потом, когда у меня появился уже собственный компьютер, я стала создавать произведения в электронном виде, уже редактировать их, показывать кому-то, получать первую критику. Ну, иногда критика казалась мне жестковатой, но в любом случае пошла мне на пользу. Благодаря совету молодых литераторов в этом году я впервые в своей жизни попала на творческий форум. Это был творческий форум Таврида, который проходит в Крыму уже пять лет. Каким образом я подала заявку? Ну, прежде всего, Александр Дашко и Алина Осокина, как раз-таки члены Совета молодых литераторов Ульяновской области, прочитали мой новый роман «Душа дворянки». Это романтическое, мистическое произведение, о котором я еще расскажу поподробнее. И посоветовали мне как раз-таки подать туда заявку. Прежде всего, почему? Потому что туда принимались крупные, объемные произведения. А мое произведение занимает восемь авторских листов. А на большинство совещаний брали рассказы примерно до двух, до трех авторских листов, и оно туда просто не подходило. А мне уже давно очень хотелось получить именно экспертное мнение о моем романе. Отправляя заявку, выполняя творческое задание, записывая приветственные видео, я, можно сказать, и не надеялась на то, что попаду на этот форум в связи с чем? С тем, что эпидемиологическая ситуация была очень нехорошая, и мы знали, что, скорее всего, Таврида пройдет в дистанционном формате, что это будут какие-то онлайн-рекции, и что, скорее всего, в Крым никто не поедет в этом году. В общем, все было очень нестабильно и достаточно печально. Но, тем не менее, примерно за месяц до начала нашей смены литературной, а на Тавриде могут быть не только писатели, но и художники, музыканты, молодые режиссеры, молодые дизайнеры одежды и так далее. Так вот, литературная смена и до начала ее, незадолго до ее начала, я узнала, к своему счастью, о том, что Таврида все-таки пройдет очно, ну и, собственно, узнала о том, что я прохожу на этот форум. Сначала, безусловно, у меня было огромное волнение перед поездкой. Ну, во-первых, лететь туда надо было на самолете, на котором я никогда еще не летала. Во-вторых, я еще никогда не совершала таких дальних поездок в одиночку. Ну, мне 23 года, но так сложилось, что так далеко одна я еще никогда не ездила. Тем не менее, мои родители, за что я им очень благодарна, помогли мне разрешить все проблемы, все вопросы, связанные со сборами на Тавриду, с оформлением необходимых документов, ну, с покупкой необходимых для Таврида вещей. И я отправилась туда. Ну, Таврида, безусловно, произвела на меня огромное впечатление. И под впечатлением от Таврида я написала очерк. Этот очерк, он был напечатан в этом журнале, в литературном журнале «Симбирск», в его восьмом выпуске. И я была очень этому рада, на самом деле, что он попал туда. И не только мой очерк, но и фотографии, которые я сделала на Тавриде. Так что всем, кому интересно о том, что произошло со мной на Тавриде, как я там работала и как я там отдыхала, я очень советую прочитать данный очерк. Зачем прежде всего я поехала на Тавриду? Прежде всего мне хотелось получить экспертное мнение, экспертный разбор моего романа «Душа дворянки». Я получила его. Поскольку меня включили в группу российской фантастики, наряду с 11-ю другими участниками со всей России, эту группу курировали двое экспертов. Первым экспертом был Вадим Панов. Это известный российский писатель-фантаст. Не так давно я заходила в «Читай город» и видела там на полке его книги. Другим экспертом был Михаил Форейтер. Это редактор издательства «Эксмо», который также заведует именно фантастикой. Что мне очень понравилось на наших занятиях с данными экспертами? Во-первых, то, что этих занятий было много. По-моему, пять или шесть, сейчас я точно не помню, но я помню, что каждый день в три часа дня я бодрыми шагами отправлялась в шестой шатер и три часа посвящала именно проработке своего романа, романов других участников, потому что слушать разборы романов других участников тоже было очень интересно, очень полезно. Эксперты указывали нам на какие-то системные ошибки, которые допускают большинство молодых авторов, советовали, как лучше исправить эти ошибки. Безусловно, нас не только критиковали, но и хвалили. У каждого была какая-то сильная сторона, потому что все прошли отбор, все попали туда, и, безусловно, слабые произведения туда бы не прошли. То есть, помимо критики, я получила немало приятных комплиментов. И каждый раз я уходила с этого мероприятия, в общем-то, в хорошем настроении и шла на ужин. Ну, так прошла невероятная Таврида. По итогам каждому выдали вот такой сертификат. Это сертификат о том, что мы побывали на Тавриде, о том, что мы участвовали в мероприятиях Тавриды. Вот, собственно, вот так он выглядит. Какой же роман я представляла на Тавриде? Этот роман называется «Душа дворянки». Он уже вышел на платформе Ридера. Это сайт, на котором можно прочитать бесплатный фрагмент, на котором можно купить электронную версию моего романа или скачать, купить печатную версию романа. Не так давно я заказала пробный тираж. Я очень надеялась, что к этому дню я уже получу его и принесу вам и покажу свою готовую книгу. Но, к сожалению, технические возможности не позволили. Тираж мой еще в пути. Тем не менее, я могу показать вам обложку своей книги. Вот так она выглядит. Я надеюсь, ее видно. Мой роман называется «Душа дворянки». Обложку сделала прекрасная художница из нашего города Анастасия Патрина, за что ей большое спасибо. Мне кажется, она как раз прочувствовала мою героиню, изобразила ее именно такой, какой я ее представляла. Этот роман написан в жанре мистики или фэнтези. Между ними тонкая грань. Я сама называю жанр романтическим фэнтези. Именно поэтому я и попала в группу российской фантастики на Тавриду. О чем мой роман и для кого он написан? Ну, прежде всего, он нацелен на молодую аудиторию, на подростков. Это так называемый «Янгэдалт», потому что я затрагиваю темы, волнующие именно старшеклассников, молодых людей. Это поиск себя, поиск своей второй половинки, поиск смысла жизни. Это какие-то нравственные проблемы. Ну и сейчас я зачитаю вам аннотацию, которая как раз-таки познакомит вас с этим романом. Аннотация «Душа дворянки». Непонимание, насмешки, одиночество – все это знакомо Юле не понаслышке. В жестоком современном мире не ценят ни скромности, ни ума, ни доброты. Однажды в классе Юли появляется Нестор, таинственный юноша, который выглядит и ведет себя так, будто живет в 18 веке. Незнакомец сразу привлекает внимание девушки своей интеллигентностью, остроумием и сверхъестественными способностями. Но не опасно ли заводить дружбу с ним? Ведь он связан с заброшенной усадьбой, где происходит что-то необъяснимое. Вообще узнать о моем романе больше можно, вступив в моего сообщества ВКонтакте. Это сообщество так и называется Екатерина Богданова «Душа дворянки». Также можно отслеживать актуальные новости о моем творчестве, подписавшись на мой инстаграм кейтбогданова96. В своем сообществе и в своем инстаграме я опубликую свои новые стихотворения. Также там могут быть отрывки из моих произведений. Буду очень рада видеть вас в числе своих подписчиков. Ну, как я говорила, я пишу не только прозу, но и стихи. И сейчас мне бы очень хотелось зачитать стихотворения. Начну я со стихотворений, которые тематически связаны с моим романом, в связи с его недавним выходом. Так приступлю. Крики воронов разрывают тишину на закате дня. Тени прошлого оживают и зовут за собой меня. Я за ними иду и верю. Не погаснет мой яркий свет. Пусть любовь мне откроет двери. И поможет найти ответ на вопрос, как мне быть с тобою. Как отнять тебя у зимы. Будет битва страшна с судьбою, но ее одолеем мы. Следующее стихотворение. Семнадцать лет была я одинока. И не ждала любви, и не звала. Но в чащу привела меня дорога, и роза счастья в зиму расцвела. Он сам ноябрь, ладони ледяные, так непреклонен, праведен и строг. Но мне отныне не нужны иные. Переступаю страха я порог. Он там, в лесу, где эхом разлетаясь, Три века не смолкал вороний крик. Где яфи-нафь в одну косу сплетаясь, Живут под переплетом старых книг. Он ждет меня, и я совсем прощаюсь. Опаснейший нас ожидает путь. И в мир дворцов и хижин возвращаюсь, Чтобы в глазах живых его тонуть. Вот такие стихотворные строки были навеяны Моим романом «Душа дворянки». Что мне еще хочется сказать о своем романе? Это не просто книга. Я планирую написание мистической серии небольшой. То есть у этой истории будет продолжение. Выйдет оно, скорее всего, в следующем году. Потому что, по сути, оно уже есть, Но, безусловно, требует редактуры, Требует вычетки, правки и так далее. Но его отрывки, фрагменты Уже можно найти как раз-таки в социальных сетях. Я их выкладываю в свободный доступ. Также мои стихотворения можно прочитать на прозеру. Там же можно прочитать Недавно написанный мною рассказ «Волшебный мир». Этот рассказ я посвятила своему детству, В частности, своей бабушке, своим родителям. И написала о становлении себя как автора, О том, что все у меня началось с детства, Как это все начиналось, Как зарождалось и к чему привело. Вы как раз-таки можете узнать, Прочитав рассказ «Волшебный мир». Ну, также на прозеру вы можете в свободном доступе найти Как раз-таки очерк о Тавриде, Который был напечатанный в литературном Симбирске. Ну, за свою жизнь, кроме романа «Душа дворянки», Который вот-вот только вышел, Я также издала еще одну книгу. Это сборник стихотворений. Он называется «Он шел по авеню». Этот сборник уже достаточно старый. Я издавала его еще подросткам, еще школьницей. Он вышел в 2013 году уже далеком. Он, в общем-то, вмещает 40 с чем-то стихотворений. В основном они объединены парижской атмосферой, Парижской темой, Потому что в то время я очень увлекалась Францией, Всем, что с ней связано. Но в этом сборнике есть не только стихи о Париже, Есть и стихи на другие темы. В частности, там есть стихотворение «Сталинградский фонтан», Которое также не так давно было напечатано на страницах Литературного журнала «Симбирск», Поскольку заняло третье место в конкурсе «О войне написано не все», Которое и проводила Ульяновская областная научная библиотека. В ближайшем будущем, скорее всего, после 25-летия, Я планирую издать уже второй сборник своих стихотворений, Более серьезных, более зрелых. А это, можно сказать, пока промежуточный итог моей работы. Теперь я хочу прочитать стихотворения, Которые не связаны с моим романом «Душа дворянки», Но стихотворения, которые я не так давно, Этой осенью в сентябре, Представляла на фестивале имени Онищенко, Который проходил в Самарской области. Этот фестиваль понравился мне не меньше, чем Таврида. Ну, как я говорила об этом фестивале, Что, в общем-то, как-то на Тавриде, только без моря, к сожалению. Фестиваль очень уютный, Я надеюсь, что еще вернусь туда. На этом фестивале я уже была не прозаиком, а поэтом. Сравнила поэтические и прозаические семинары, Так и не решила для себя, что мне нравится больше. Тоже почерпнула немало интересного. Так приступлю к чтению своих стихотворений. Не покидай меня, прошу, любимый май, За перевалы и моря не уходи, Вишневый сад нарядов нежных не снимай, И круглый год в глухой душе моей свети. Трель соловьиная и благостная тишь, Деревня старая, бесхитростно грустна, О, время-время, отчего ты так летишь, Когда на Волгу возвращается весна? Следующее стихотворение. Свято верю я, счастье, ты близко, Дождалась, наступила пора, Мне у Волги звезда обелиска Рассказала об этом вчера. Бой часов им порадовал снова, Гончаровского дома фасад, И не видел июля такого, Карамзинский сиреневый сад. Пустота наполняется смыслом, Все не зря, и ветра, и дожди. Верю, радужная коромысла Засверкает на трудном пути. Бог ведет меня верной тропою, Вот и Пушкин, языкова друг. Дальше площадь, Смешавшись с толпою, Я иду к своему водопою В молодой поэтический круг. Третье стихотворение. Как сладостно вечерняя прохлада, И ночь, что так спокойно до утра. Для счастья больше роскоши не надо, Достаточно и легкого пера. Ничто не злит, не мучит, не тревожит, И время словно шелковая нить. Теперь мне мир в душе всего дороже, И научилась я его хранить. Ну, теперь я хочу дать несколько советов Молодым начинающим авторам, Как поэтам, так и прозаикам. Прежде всего, необходимо верить в свои силы, Верить в них настолько, Чтобы показывать, Обязательно показывать свои произведения окружающим, Обязательно спрашивать их оценку, Их совет. Ну, для начала можно обращаться К своим друзьям, К своим родным, К тем, кому вы доверяете. А в дальнейшем Можно уже обратиться за советом К тем, кто так или иначе Связан с литературой. Это могут быть филологи, Это могут быть писатели Или поэты, Которых вы знаете, Или даже которых вы не знаете. Это может быть посещение Литературных студий, Литературных кружков. Ну, в нашей области, Я считаю, Очень полезным Для каждого начинающего автора Посещение литературной студии Совета молодых литераторов. Информацию о литературных студиях, Которые проводятся, Можно также узнать Из социальной сети ВКонтакте. У Совета молодых литераторов Ульяновской области Есть группа, В которой анонсируются Все наиболее важные мероприятия. Обязательно анонсируются Заседания литературной студии. В свободном доступе Можно найти произведения, Которые будут обсуждаться. Также любой желающий, по сути, Может предложить свое произведение Для обсуждения. Либо рассказ, Либо подборку своих стихов. Что еще очень важно? Очень важно участвовать в конкурсах, Пробовать свои силы. Совсем скоро начнется, А может быть даже уже началась, Уже начался прием заявок На конкурс «Первая роса». Этот конкурс ежегодно проходит В нашей области. В нем принимают участие Сотни молодых талантливых людей. Конкурс проводится в трех номинациях. Это поэзия, проза и иной жанр. Вот я, например, каждый год С удовольствием участвую в этом конкурсе. Прихожу на подведение итогов. Читаю работы других участников. Вообще очень важно и очень полезно Больше читать. Это классический совет. Все его дают. Читать не только классиков, Но и современных авторов. Потому что вот у меня, например, Многие отмечают, Что идет больше перекос в сторону классики. Вот даже мои наставники С фестиваля Анищенко Сказали, что даже вот некоторые авторы В девятнадцатом веке Не писали так классически, как я. То, что мне нужно читать Больше современной именно прозы и поэзии. Ловить дух времени все-таки своего. Поэтому очень важно читать. И, безусловно, нужно больше писать, Переписывать, заниматься саморедактированием. Если указывает на какие-либо ошибки, Исправлять их. И тогда будет происходить Какое-то творческое развитие, Творческий рост. И в конце концов Ваша цель будет достигнута. Ну, в это непростое время Хочется пожелать всем Крепкого здоровья, Семейного благополучия, Хорошего продуктивного развития. Либо в творческой области, Либо в той области, Которую вы для себя выбрали. Большое спасибо вам за внимание. Дорогие друзья, До новых встреч! Благодарим Екатерину Богданову За участие в нашей программе. Вы услышали стихи в ее исполнении? Мне хочется еще раз привести Несколько строчек. Свято верю я, Счастье, ты близко. Дождалась, наступила пора. Мне у Волги Звезда обелиска Рассказала об этом Вчера. Пустота наполняется смыслом. Все не зря, И ветра, и дожди. Знаю, Знаю, радужное коромысло Засверкает На трудном пути. Бог ведет меня верной тропою. Так пишет Молодая поэтесса Екатерина Богданова. Хочется разделить ее надежды И мечты, И пожелать ей Радости творчества, И много еще Прекрасных впечатлений Впереди. А мы будем ждать Ее новых стихов И новых книг. Всего доброго, Дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok